Всем приветики! Я привезла чемодан, ой, не чемодан, а рюкзак с аукциона за 100 баксов, ребят! Этот рюкзак стоил всего лишь 100 баксов, надеюсь, он отобьется мне, и я найду что-нибудь интересное, и смогу продать его на черном рынке, так сказать. В общем, мне уже не терпится его открыть. Начинаем. Давайте... А вот и продать собрались. То, что я найду здесь, вдруг тут что-то будет. А зачем на черном рынке? А где? В общем, давайте смотреть, что в маленьком отделе, вот здесь. Тут что-то топорщится, поэтому я хочу уже открывать. Та-да-да-да, что-то я боюсь, это садомаза какой-то лежит тут. Что это такое? Что это? Это кляп просто? Это ас? Серьезно? Или нет? Или что это такое? Она вообще очень не похожа. Она засыпает. А, нет, не похоже, это, наверное, для собак. А мне тоже, кажется, для собак уже. Ну, вообще... Хотя, может, и не для собак. Просто оранжевая, наверное, для собак. А черная, это более для взрослых игр. Надеюсь, это для собак. Давай уже дальше, воск. Да, давай. Так, следующее. Воск для обуви. Это неинтересно. Давай дальше, пожалуйста. А, все. Воск, ты бы хотела открыть, да? Проверить, как он работает? Ну, просто он пахнет чем-то, завонялся немножко. Я буду тестировать. О, это мужика! Это мужика рюкзак. Я вижу мужские духи. Хочешь, нужны такие? Это не духи, это дезодорант. Дезодорант мужской. Антисептик для рук. Пока ничего интересного. Все обычное, то, что я могу позволить сама себе купить. Ведь на мне футболка Гуччи, и у меня есть золотая карта. Фу, вонючая! Зачем ты так пшикнул? Я задохнусь сейчас. Ты не задохнешь, это же Гуччи. Порошок какой-то. Ладно, разбирайся, я не понимаю. Порошок, что это такое? Вы знаете, я не знаю. Подводный чехол. Это дай, для чего? Был у меня когда-то такой, только другого цвета. Это для младенцев, мне кажется, поп засыпает. Поп он засыпает. Друзья, а кто знает, что это? Котюри Мояр. Котюри Мояр. Читаем мы хорошо. У меня был примерно такой чехол, только другого цвета. Но сейчас, к сожалению, мой айфон XS Max сюда не влезет. Нет, я не хвастаюсь. Так. Это что такое? Атамин. Ростчин. Короче, раствор для... Для животных написано. Он тебе подходит. Для собак, котов и декоративных животных. Надо нам? У нас есть животные? Фу, вонючая. Нет. Ну, Юля, давай дальше. Ну, это неинтересно совершенно. Да, 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 да. Фу, вонючие мужские носки. А самое главное, их двое, что удивительно. Давайте понюхаем. Юля, ну, я чувствую, что они воняют. Зачем тебе? Они воняют. Это очень. Они очень воняют. Вонючка. Зачем ты кидаешь? Это все находки наши. Так. Это какой-то лист с ксерокопиями. Влажные салфетки, которые уже давным-давно высохли, потому что, наверное, давно лишь додошли. Спички. Кстати, можно даже посмотреть. Высохли они или нет. Полная коробка спичек. Когда я найду что-то интересное? Я хочу что-то интересное. Они полностью сухие. Сухие? Вообще. Слипшиеся. Сухие салфетки и ничем не пахнут. Это потому, что они давно лежали. Обычно на аукционах рюкзаки лежат сколько? Два года. Прежде чем не объявится хозяин, хозяин не объявился. Здравствуй, мой рюкзак. Я буду тебя носить. Это мужской, конечно, да? Мужской? Ну да. Ладно. Но это не кожа, Юля. Это кожа молодого дермантина. Кожа молодого дермантина. А дермантина есть такое животное? Напишите в комментариях. Юля, давай дальше. Так. Не месил. Это обеспаливающе. Кто-то очень сильно болел. Господи, когда ты закончился? Это только маленький... Можешь достать тупо все? Швырнуть отсюда. Но это неинтересно. Давай я вверну. Все, короче, для проблемной кожи какая-то гигиеническая помада. Мужик красился, прикиньте. А это я знаю, что это. Зажигалка. Неинтересно. Вот это знаете, что такое? Что это? Это, короче, сюда воду наливаешь. И куришь травку? Нет, не куришь травку. Это вот так вот дуешь, а оно поет как птичка. Можно с тобой потом попробовать. Да, я, кстати, реально подумал. Хочешь, налей пока воды, а я пока буду дожить. Все, первый отдел, вот этот маленький, мы все достали. Тут какой-то старинный чек непонятный. Тут ничего интересного не было, как вы уже поняли. Открываем. Та-да-да-дам. 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 Огромный отдел. Опа-на. Это что за поводок? Что за, опять, за игры непонятные здесь? Это похоже на поводок для собак. Хотя, для собак, не знаю, или для кошек, или, я не знаю, для чего, или для мышек, или для листочек. О! Слышите? Иди, покажи, как она работает. Ты знаешь, что это прикольно? Это очень классная вещь. Я давно такое мечтала. Это очень, мне кажется, мы ради этого и купили. Мечтала именно. Как будто птичка поет. Очень прикольно. Очень прикольно. Будем играться. Будем играться. Так, вот этот поводок, вы уже поняли. Неинтересно. О! Зонт. Это декоративный зонт. Это очень интересно. Он очень такой функциональный. Закрывается сам на кнопочку Клац, Клац. Это просто автоматический зонт. Как это интересно? Так, домино я нашла. Посмотрите, вот такое старинное домино. Походу, мужик очень старый, ехал. Наверное, ему лет 70. Ура! Лет 70 мужику, потому что домино настоящее. И вот такое вот оно потрепанное. Не знаю, сколько ему лет. Старинное. Может быть, продадим все-таки на черном рынке. Если ты, люди болели. В смысле, болели? Ничем-то болели. Как-то болели. Я именно дышу сейчас. Может быть, ты не будешь трогать эту штуку? Все, петуха мы не трогаем. Так, что-то я нашла интересное с вещей. Владюша, для тебя штанишки нашла. Шорты. Какой размер? Это размер D. Я не знаю, что такое D. Они такие потрепанные, что я их носил. Не хочешь, да, носить? Ну, продадим, значит, на черном рынке. Опять-таки продадим. Почему на черном рынке? Я не знаю, просто прикольно. Детский сад. Так, рамка с фотографией или что? Это похоже на рамку... Вадик! Да! Да, это может подделка быть. Да, я гляну! Вообще-то это не похоже на рамку. Да, я гляну! Что ты сразу забираешь? Помочим она. Точнее, рюкзак. Может, выключаем тогда видео? Я не знаю, но это не подделка. Смешно показать. На, покажи. Хотя, может, и подделка. Очень хорошая, но просто тут есть все. Тут эта полоска. А да, я посмотрю. Нигде не написано, что это сувенир. Они хрустят, как доллары. Покажи, может, кто-то разбирается? Смотрите, как вы думаете, настоящий доллар или не настоящий? Ну, вообще, я знаю, что можно проверять, вот так вот светишь на свет, если есть дядечка, а дядечка есть. Сейчас посветим. Вот, и вот здесь вот глаз такой есть. Давай посчитаем, сколько здесь. Так, у тебя 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2, 2300, Влад. 2300, 2300, мы можем полететь куда-нибудь на Занзибар, например. Это почти 65 тысяч гривен. Или можем в Египет на месяц. Это 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей! И 65 тысяч гривен. Ни хрена себе. Кстати говоря, друзья, мы точно не уверены, что они настоящие, потому что мне кажется, что это подделка, но никто не... Ну, просто они на ощупь. Ну, вообще, очень похоже на настоящие. Посмотри, дядечка просвечивается на свету. Этот... Что еще здесь должно быть? Глаз. Вот с этой стороны глаз есть его. Ну, все признаки, я что, не разбираюсь в долларах, я знаю. Похоже очень. Вообще-то... Интересненько, интересненько. Давай ближе еще покажу сейчас. Покажи ближе, но мы проведем экспертизу. Сходим в банк, спросим. Смотрите, они настоящие, просто. Это настоящие. Вот. Видно, нет? Пишите в комментариях. Как вы думаете, это настоящие доллары или нет? Мы проведем экспертизу. Я думаю... Можно я скажу? Да. Сходим с тобой в банк, покажем их в банке. Скажем, если что, что нас набулили, не надо, чтобы узнать, но... обычно... Это очень странно. Это как подделка, чтобы нас не прицепили. И, короче, результаты проверки выставили в инстаграме. Да, подписывайтесь на наши инстаграмы. Меня зовут Джулия СК Хэппи. Юля, просто ссылки в описании. Давай дальше. Так, все. Смотрите, это рамка, в которой лежали деньги. Вот. Она вот такая вот идет, самодельная почему-то. Она кверх ногами лежала. Вот. Такая вот рамка. Я сразу подумала, что это рамка для фотографии. Я поворачиваю, смотрю, и вот тут вот эта прищепка, в которой прищеплены вот эти вот доллары. Видите? Я просто беру их и отщепляю. А вот это вот все с мешка. Ну, давай дальше. Ну, хорошо. Куда давать дальше? Я больше ничего не хочу смотреть. Я только понимаю, что у нас есть деньги. Так. Они были, если что. Ну, и что? Вот эти вот, например, у нас появились недавно. И я считаю, что это хорошо. Мы можем куда-то полететь. Может быть, мы добавим, полетим на Мальдивы. И скоро будем снимать влог с Мальдив. Что за херня? Владик? Владик! Владик, это рюкзак! Это какой-то плюс. Давай будем с ними ходить? Давай. Владик! Два... 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 Этот... Этот рюкзак... Это очень смешно. Этот рюкзак был в рюкзаке у этого. Я такой... Что это за херня? Нас розыгрывает или что? Да. Рюкзак, матрешка. Быстрее, может, в этом еще что-то есть? Давай смотреть. Здесь павербанк какой-то с парой. Так, смотрим, что здесь еще есть. Здесь ничего нет вообще. Павербанк мы проверим, работает, не работает. Но это уже не важно, потому что у нас есть... У нас в любом случае уже отбились цена этих рюкзаков, точнее, этого рюкзака, но оказалось, что их двое, блин. Это просто, я не знаю, офигеть. Короче, ребят... Я в своем инстаграм разыграю этот павербанк. А если он не рабочий? Я уже проверил, вот он цепится. Ну хорошо. Вот бутылка какая-то пустая, туалетная бумага, это визитки. А визитка чего это? Непонятно чего. Каких-то фруктов. Штучные слезы. Можешь все сразу достать и все, ну... Кошелек? Опять? Опять? Тут ничего нет, кроме карточек кредитных. Они наверняка уже не рабочие. Но мы проверим. Сейчас я постараюсь, может быть, где-то семинар. Бесплатно фреш, типография молодого бизнеса. В смысле молодого, если этот чувак носит с собой домино. Какой он молодой вообще? Две с вами тысячи баксов. Две с вами тысячи баксов, да. Это фарвекс. Я нашел флешку. Будем смотреть, что на флешке. Давай в следующее видео. Давай. Короче, давайте соберем под этим видео пять тысяч лайков и мы посмотрим, что на этой флешке. А если вам интересно узнать, настоящие или были доллары, подписывайтесь на наши инстаграмы. Мы оставим ссылку внизу. Вот, в принципе, почти все. Осталось только сказать, где мы зарабатываем деньги. Ты закончила с этим? Да. Ты сказал быстрее, быстрее. Вот я и закончила все. Ну, ладно, ладно. Что? Ну, я могу, конечно, рассказать, что я еще достала какие-то талончики, но это уже реально... Это неинтересно. Это неинтересно, да. Тоже какой-то вот... Хорошо? Не понятно, я не знаю. Ну, короче, давай уже рассказывать, где мы деньги зарабатываем. Так, где мы деньги зарабатываем. Вообще, вы знаете, что мы не бедствуем и мы, как бы, питаемся хорошо. Можем позволить каждый день банку красной икры... Айфон и XS Max. Айфон и XS Max. И у меня и у Влада. Но мы не хвастаемся. Нет, мы не хвастаемся ни в коем случае. Мы хотим вас научить зарабатывать. И если ты блогер, и у тебя есть канал на YouTube, у тебя есть 1500 подписчиков хотя бы, и у тебя есть 5000 часов просмотров со всех видео по статистике во двоей, ты можешь перейти по ссылке под видео, там написано, зарабатывай со мной вместе, и ссылочка. И регистрируйся там, подключай свой YouTube-канал и зарабатывай деньги, и радуйся, как радуемся мы. Вот. И заказывай себе такие приколы с аукциона. И еще больше радуйся, пожалуйста. Юна, тут под видео чемодан с аукциона. Кстати, кто не видел, вот здесь будет аннотация. Переходите, смотрите. Мы открывали чемодан с аукциона, написали, лучше бы вы причесались, чем чемоданы заказывали. А я, кстати, причесалась сегодня. Ты сейчас причесалась? Ну да. Я причесалась. Я причесалась. Рита, Мара, специально для вас. Юля причесалась. Я причесалась, во-первых, во-вторых, я одела сережки, сережки, короче. Вот. И у меня футболочка Гуччи, и я все для вас, в общем, стараюсь. Это оригинал или поленка? Как ты думаешь? Поленка. Просто по ней видно. Это люксовая... Я спросил, чтобы понять, поленка или не поленка, как ты считаешь. Вдруг ты всем расскажешь, что поленка. Друзья, на самом деле это реплика. Да, подписывайтесь на мой инстаграм, там я расскажу, как отличать подделки от оригинальных брендовых вещей. Ну все, закончили с тобой видео. Пока-пока. Да, всем пока. Пока-пока.